Экспозиция «Предмет изысканной эпохи» выставляется впервые и честь дать старт выставочной деятельности коллекционера Евгении Доремидовой и ее коллекции выпала нашему музейно-выставочному комплексу. Я когда увидела вот эти стены, потому что это абсолютно музейная история, я поняла, а веера, они на светлом фоне, это было бы фиаско. Им нужен темный вот этот вот фон и искусственное освещение, потому что эти вещи создавались для этого, для темного фона и искусственного освещения. Я поняла, что это будет достойно выглядеть, что работают здесь профессионалы, поэтому да, конечно. И да, это первая моя музейная история. Веер – символ знатности, главный инструмент обольщения, сигнальное приспособление с тайным кодом. Ни один из женских аксессуаров никогда не нес в себе столько смысловой нагрузки, как веер. Этот аксессуар по праву считается самым многозначным и красноречивым аксессуаром дамского флирта. Евгения коллекционирует веера уже более 15 лет, и предметы, представленные на экспозиции, это только часть коллекции. Началось это, наверное, в голове у Евгении, но еще когда она училась в университете на испанском отделении, Испания неразрывно тоже связана с веерами, как и Франция, Италия. Но началось, я помню этот момент, это 15 лет назад на Блашином рынке Парижа. Мы увидели на витрине несколько вееров, один из них был из черепахи. И с фразы «Ой, а давай купи-ка мне вот эту вот красивую черепашку» – все, в принципе, это и началось. Признаться в любви, отвергнуть кавалера и рассказать собеседнику обо всех симпатиях и намерениях его обладательницы – все можно было выразить одним движением таинственного и великолепного апахала. Это, знаете, такая история, когда не сидишь и не планируешь, типа, а чем бы мне заняться, куда бы мне лишние денежки? Не та история, конечно. Это все такое было, ну вот поехали, ой, красивая штучка, а я вот ее на стеночку, а будет хорошо, и вот еще такая красивая штучка. И вдруг этих штучек что-то около 20, и я понимаю, что я ничего про них не знаю. Я не могу сказать ничего, никакого века, ничто. Там слоновую кость не могу отличить от неслоновую, сейчас-то вот могу, конечно. И я начала, скупила, по-моему, всю литературу возможную, которую было найти в интернете, везде, и на русском, и не на русском языке. На русском не очень много всего. Это каталоги музейные, это какие-то выставки московских музеев, петербургских музеев. На самом деле в России не очень большие, не очень богатые коллекции, даже у музеев. Ну, мы не берем Эрмитаж, понятно, что у него там все в порядке. На выставке «Предмет изысканной эпохи» вы сможете не только насладиться великолепным исполнением мастеров, которые делали веера 300 лет назад, но и узнать, насколько красноречив был язык знаменитого дамского аксессуара. Представленная в музейно-выставочном комплексе коллекция старинных европейских вееров – это не только экспонаты истории моды, но и собрания настоящих произведений искусства. Здесь выставлено 90 старинных вееров, шкатулки для их хранения, бальные записные книжечки и другие дамские аксессуары. Выставка продлится до 20 июля этого года, так что не пропустите, особенно дамы. Эти антикварные прекрасные веера стоят потраченного времени. Более подробно о частной коллекции мы расскажем в программе «Творческая гостиная». Продолжение следует...